В связи с внесением изменений в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация, появились принципиально новые экзаменационные вопросы. Давайте их рассмотрим. Эксплуатация автомобиля запрещается, если в верхней части ветрового стекла имеется прозрачная цветная пленка шириной более. Это новое требование, которое внесено в перечень. В верхней части ветрового стекла легковых автомобилей имеется светозащитная полоса, тонировка, шириной более 140 мм. А если применяется прозрачная цветная пленка, то можно шириной более 140 мм. Следовательно, правильный ответ четвертый – 140 мм Следующий вопрос При каком минимальном значении светопропускания ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, за исключением оснащенных броневой защитой, разрешается эксплуатация транспортных средств? Светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%, а для бронированных автомобилей не менее 60% Правильный ответ 2 – 70% Следующий вопрос В каких случаях запрещается эксплуатация мотоцикла? Подножки или рукоятки пассажиров на седле не имеют прорезинного покрытия Такого требования нет, главное, чтобы они были Все мотоциклы по-прежнему можно эксплуатировать без огнетушителей Остается правильный ответ Мотоцикл запрещено эксплуатировать, если имеется люфт в соединении храма мотоцикла с храмы бокового прицепа В остальных вопросах в основном поменялись в формулировке вариантов ответов Но сами ответы в основном остались без изменений При изучении учебного материала вы с ними легко справитесь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...